Инновационные технологии в области урологии. Конечно, крайне полезная для нас конференция, в том плане, что мы увидим новые методики, которых пока вживую мы не могли увидеть. Ну, видели, конечно, в Ютубе, в интернете, но вот вживую мы увидим и впервые. Хоровой фестиваль «Сотворение». Посылает счастье и дорогу. А ты с неба посылает счастье и дорогу. Встреча студентов с Сергеем Беляковым. Мы компания быстрорастущая. Это тоже своего рода вызов, потому что нужно суметь гарантировать то качество сервиса, к которому все привыкли, уже на других масштабах. Новое развитие сукон и слободы. ВИЧ. Проблема 21 века. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Максим Мартынов. 19 мая в Казанском федеральном университете прошла экскурсионная программа для делегации посольства Малайзии и Омана. От лица Казанского федерального университета в мероприятии принял участие Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям КФУ. Для гостей провели экскурсию по музею истории, а также по императорскому залу Казанского университета. В медико-санитарной части Казанского федерального университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция и уникальная в своем роде операция. Об инновационных технологиях в урологии далее в сюжете. Всероссийская научно-практическая конференция была посвящена актуальным вопросам урологии и онкоурологии. Ее особенностью стала прямая трансляция прямо из операционной. Специалисты со всей России могли наблюдать в прямом эфире за работой урологов, а также выступить перед коллегами со своими докладами и разобрать клинические случаи. Конференция позволила обменяться опытом и расширить свои знания в области современных методов диагностики урологических заболеваний. Это, конечно, крайне полезная для нас конференция, в том плане, что мы увидим новые методики, которых пока вживую мы не могли увидеть. Ну, видели, конечно, в Ютубе, в интернете, но вот вживую увидим мы впервые. Эта методика может использоваться не только урологами, но и хирургами в разных областях и в желчной хирургии, в том числе. Эта методика прокрашивает не только урологические структуры, но и сосудистые структуры. Уникальную лапароскопическую радикальную простатоктомию провел президент-основатель Ассоциации молодых урологов России Искандер Абдулин. Врач рассказал, что была представлена новая методика – навигационная хирургия. Это когда врачи пользуются не просто своим зрением, а используют специальный препарат, который при определенном освещении показывает ткани, невидимые в обычных условиях. Препарат «Индецианин зеленый» довольно популярен за рубежом, однако в России еще не так известен. 19 мая в стенах Казанского федерального университета была проведена первая такая операция в Республике Татарстан. У пациента рак простатокосокого риска, это означает, что достаточно агрессивная опухоль, и при таком заболевании мы должны удалять не только органы, но и тазовые лимфоузлы. Как раз навигационная хирургия позволяет сделать более контролируемую лимфодиссекцию, убедиться, что все лимфоузлы удалены. В перспективе эта методика позволит находить так называемые сторожевые лимфоузлы, которые в первую очередь принимают удар от опухоли, и в них в первую очередь появляются метастазы. И если под этим контролем удалять только эти лимфоузлы и на гистологии будет подтверждено, что метастазирования, например, нет, то можно будет отказаться в достаточно травматичной и длительной операции и, в общем-то, улучшить качество послеоперационного периода, не влияя на выживаемость пациента. Коллектив униклиники КФУ сохраняет лучшие традиции. Глубокие научные знания, высокий профессионализм и заботливое отношение к пациентам. Сотрудники урологического отделения выполняют весь комплекс амбулаторного и стационарного лечения в областях урологии, онкоурологии, урогинекологии, реконструктивной урологии и антрологии. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Какое мероприятие прошло в стенах Института дизайна и пространственных искусств Казанского Федерального Университета, расскажет Амира Хтямов. Здравствуйте. Мы хотим представить вам концепцию благоустройства территории Три коры или же Слободы или же Субога. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского Федерального Университета прошел воркшоп. Воркшоп – это обучающее мероприятие, в котором упор делается на практическую работу. Если объяснять простыми словами, участники воркшопа получают знания прямо на производстве под руководством наставника. Теоретическая часть занимает минимум времени и сразу же закрепляется на практике. Проходит у нас воркшоп по тактическому урбанизму парка около театра «Океат». Очень важное место для города, потому что все, кто приезжает нам в город, из аэропорта едут, все видят этот парк. Здесь гуляют дети, здесь посещают все туристы, кто посещает у нас театр «Океат». Поэтому развитие этой территории очень важно для нашего города. Цель данного воркшопа – представить свою концепцию по модернизации Суконной Слободы. Студенты Казанского федерального университета защищали свои проекты, а также выслушивали советы комиссии. Мы очень рады, что студенты Института дизайна и пространственных искусств участвуют в проектах, которые реально могут украсить наш город и сделать лучше нашу республику. Это очень ценно, потому что студенты приобретают знания максимально прикладные, и их консультирует профессионал в самом деле. Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета готовит специалистов, обладающих компетенциями и прикладными навыками комплексного проектирования пространства жизни человека. От графического и моушн-дизайна до архитектуры и преобразования предметов личного пользования. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялась встреча генерального директора Озон Холдинг Сергея Белякова со студентами. Что рассказал предприниматель? Далее в сюжете. Управляющий директор Озон Сергей Беляков посетил Казанский федеральный университет. Он рассказал студентам о холдинге, электронной коммерции в России и мире. Также затронул тему о требованиях, которые сейчас работодатель предъявляет сотрудникам. И какие тенденции в будущем нас ожидают. Мы компания быстрорастущая. Это тоже в свою роду вызов, потому что нужно суметь гарантировать то качество сервиса, к которому все привыкли. Озон Холдинг – классическая компания, которая именуется как Marketplace, то есть витрина, позволяющая огромному количеству магазинов продавать свои товары неограниченному количеству покупателей. За последние годы платформа устойчиво растет и довольно высокими темпами. Уровень сервиса повышается за счет конкуренции. Также селлеры-партнеры могут сами выбирать, через какую площадку им работать. Все, что касается конкуренции и того, что ее развивает, хорошо для покупателя, говорит управляющий директор Marketplace Сергей Беляков. Конкурируем мы скорее с российскими компаниями. Это хорошая история для клиента и для партнера, потому что селлеры-партнеры, мы их называем, могут торговать через любую площадку. Выбирая на лучшие условия, мы должны стремиться создать им наиболее комфортные условия. Это повышает качество сервиса. У компании есть своя программа стажировок. Она касается блоков IT, финансов, маркетинга и продакшн. В первую очередь приглашаются учащиеся высших учебных заведений. Интерес компании в адаптации будущего сотрудника к предъявляемым требованиям и политике. В Елабужском институте КФУ состоялась открытая лекция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции и репродуктивному здоровью человека. Подробности смотрите далее в сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась открытая лекция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции и репродуктивному здоровью человека. Перед студентами выступили начальник Елабужского отделения распотребнадзора Роза Салихова, а также медицинский психолог Набережно-Челнинского филиала Республиканского центра по профилактике СПИД Елена Порозова. Лекция была проведена в рамках ежегодной всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид». Спикеры рассказали аудитории о рисках заражения ВИЧ-инфекцией, а также о мерах профилактики. Отметят, что ситуация с распространением болезни в республике по-прежнему остается актуальной. Также в рамках акции «Стоп ВИЧ-спид» студенты Елабужского института смогли пройти бесплатное экспресс-тестирование и узнать свой ВИЧ-статус в режиме реального времени. Каждый участник акции может пройти бесплатное тестирование и при возникновении любых вопросов обратиться к специалистам по телефону доверия. Я слушала данную лекцию, мне она показалась очень важной. Очень важно, что проходят такие акции, в которые мы вспоминаем про заболевание СПИДа. Также, мне кажется, многие стесняются задавать вопросы, поэтому благодаря этой лекции люди хотя бы слышат, если даже не могут задать вопросы, они слышат информацию. Отметим, что инициатором проведения акции «Стоп ВИЧ-спид» в Татарстане является Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД. В главном здании Казанского федерального университета прошел хоровой фестиваль «Сотворение», посвященный Международному дню музеев. О том, как прошло мероприятие, расскажем в следующем сюжете. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 18 мая в Международный день музеев ежегодно в Казанском университете проводится хоровой фестиваль «Сотворение». Он проходит с 2017 года в Императорском зале. Это один из лучших залов по своей акустике. Съезжают из разных городов Российской Федерации непрофессиональные хоры. Главной целью этого фестиваля является поддержка творчества любительских хоровых коллективов, которые приехали из разных уголков России, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения. Помимо этого, важной составляющей подобных мероприятий является обмен опытом и привлечение в Казань хоров из других городов России. В университете хоровая традиция имеет очень глубокие корни. А хор, как вид музыкального искусства, это самое демократичное искусство. Оно всем доступно и оно никого никогда не оставляет равнодушным, если люди поют действительно от души. Причем ведь хоровое искусство, оно именно любительское в своей массе. Университет профессиональных хоровых коллективов в мире вообще единицы. В основном это все любительские хоры. И поэтому вот как бы расширять аудиторию и давать людям почувствовать, насколько это замечательно слушать хор, петь в хоре. А раз это любители, значит каждый, кто здесь сидит, тоже может задуматься, не присоединиться ли мне к какому-нибудь из коллективов. Организаторами фестиваля являются дирекции музеев Казанского университета, Международная ассоциация выпускники Казанского университета, а также Камерный хор «Гармония», чтобы дать возможность большему количеству хоровых коллективов проявить себя. Елизавета Грязянова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok